Спасибо, что следите. Да, я действительно в Сеуле, у нас 12 часов ночи и ранний вылет. Но мне кажется, встреча с вами важнее, чем все вылеты и разница во времени. Давайте, наверное, начинать. Надеюсь, что меня соединение не подведет. Если что, я выключу видео и, соответственно, мы сможем продолжить. Я думаю, что со многими знакомы, судя по вопросам. Я просто... Есть ли у нас новенькие участники? Есть ли люди, с кем мы еще не знакомы? Поставьте, пожалуйста, плюс. Дальний Восток. Ура! 12 часов ночи. Родственная душа есть. Да, плюсы. Есть люди, с кем мы еще не знакомы? Круто! Тогда будем знакомиться. Хорошо. У нас просто есть такие ветераны движения, с кем знакомы уже какое-то время. Кто-то поступает не первый раз, кто-то ходит на все наши мероприятия. Вот. И уже много чего обсуждали. Участвовали в ранних приглашениях, в Олимпиадах ребята. И как бы уже знакомые фамилии есть. Но я рада, что есть и новенькие участники. Давайте приступим. В любом случае, я думаю, что можно будет посмотреть в записи. Надеюсь, она у нас будет. Ну, или, соответственно, пишите, если еще останутся вопросы. Мы на финишной прямой. Осталась все ровно неделя до окончания приемной кампании. Надеюсь, что вы справляетесь, да, во-первых, с выбором таким непростым, а во-вторых, с документами, которые вам нужно загрузить. О них сегодня будем разговаривать. Я бы хотела построить наше общение. Ну, вот кратко представлюсь. А дальше хотела бы рассказать немножко про ВШБ, потому что мне кажется, очень круто учиться в бизнес-школе. Я считаю, что она одна из лучших в России. И хотелось бы сказать про нашу инфраструктуру немножко. И, конечно, про программу рассказать. Что за программа. И, соответственно, как поступить к нам. Ответить на ваши вопросы. И у нас сегодня еще есть такой момент, связанный с такой неформальной частью. У нас присутствуют три студента, точнее даже, сказать, два выпускника. Вернее, два студента второго курса и одна выпускница. Я надеюсь, что они вам тоже расскажут про себя, про свой опыт, и вы сможете задать им вопросы. Вот таким образом поступим. Если все нормально, поставьте пятерочку. Если все понятно. Надеюсь, что мы за полтора часа уложимся. Может быть, быстрее. Отлично. Супер. Вижу пятерки, значит, все понятно. Если что, пишите вопросы свои. Постараюсь отвечать быстро. Итак. Да, следующий слайд можно. Я поняла, что это не я переключаю слайды. Да. Давайте познакомимся с кем не знакомы. Меня зовут Татьяна Ветрова. Я академический руководитель... Точнее, наверное, правильнее сказать, Ветрова Татьяна Владимировна. Я академический руководитель программы маркетинг, цифровой технологии, маркетинговой коммуникации. И работаю в вышке с 2009 года. Шесть лет руковожу программами маркетинговыми. Они раньше назывались по-разному. Раньше была программа маркетинг. Потом большие две программы объединились. Стала маркетинг, цифровая технология, маркетинговая коммуникация. Ну вот, кроме этого, я еще являюсь экспертом по личному бренду, предпринимателем, автором курсов. И даю экспертное мнение для СМИ. Выступаю, стараюсь быть активной. Вот. Если вам это вообще интересно, получше познакомиться, можете подписаться на телеграм-канал, который я начала недавно вести. Возможно, мы сможем лучше узнать друг друга таким образом. Не буду останавливаться дальше. И пойдем дальше. Вот немножко про ВУЗ, к которому вы попали. Знаю, что не все из вышки. Мы гордимся очень высшей школой экономики. Первое место занимает в рейтинге Forbes и в многих других рейтингах, в рейтинге HeadHunter. Второе место по уровню зарплат, по версии Superjob. Значит, у нас очень высокий уровень трудоустройства в целом в высшей школе бизнеса и один из самых высоких в СШБ. И рейтинг качества, а плюс самый высокий, который может быть. Поэтому классно вы выбрали ВУЗ. Это первое. Хочется немножко еще рассказать про нашу высшую школу бизнеса, потому что это больше, чем факультет. Это несколько институций, факультетов объединились. И несколько лет назад, по-моему, 3 или 4 года мы создали высшую школу бизнеса. И на самом деле она развивается по модели университетской бизнес-школы. На мой взгляд, это такая самая передовая модель. И не только, на мой взгляд. И поэтому такая, собственно, есть вертикальная интеграция. От бакалавриата мы учим до MBA, DBA степень может у нас получить. Поэтому такая вот университетская сквозная история. Хочется еще сказать про немножко в цифрах, да, познакомить вас с ВШБ. Ну, во-первых, у нас учатся более 5000 студентов, 140 преподавателей, ну, плюс, да, 140, я думаю, что больше сейчас уже преподавателей, 25 тысяч выпускников, крупнейшие партнеры индустриальные у высшей школы бизнеса с разными бизнес-школами мира, заключены контракты с огромным количеством корпоративных партнеров. Здесь даже сложно сказать, сколько их, потому что мы считаем, что у нас максимально практико-ориентированное обучение. Учебный процесс состоит из четырех модулей. Этим отличается от классических университетов. Четыре сессии в год. Каждый модуль примерно 2-3 месяца длится. И кампус у нас очень современный. Если у нас не были, то welcome, добро пожаловать. У нас на самом деле очень приятное такое место для обучения. У нас есть каворкинги, есть библиотеки, очень классная инфраструктура. Есть центр карьеры, куда вы можете обратиться, чтобы трудоустроиться. Есть центр международных обменов, где вам помогут выбрать стажировку подходящую. Очень технологическая такая база и очень хорошие корпуса оборудованы по последнему слову техники, можно сказать. Просторные у нас и конференц-залы, и учебные классы, компьютерные классы и так далее. Я чуть позже, Алина, сейчас буду говорить про портфолио, обязательно расскажу, как только познакомлю вас с общей информацией. Хочется рассказать немножко про программу, подробнее. У нас 40 бюджетных мест, это много. Мы считаем, что в высшей школе бизнеса, на самом деле, по менеджериальным программам, это максимальное количество бюджетных мест. 75 мест у нас будет по коммерчески. В этом году мы расширили количество коммерческих мест и хотим набрать 5 групп. Бюджетные места и коммерческие здесь никак не отличаются. Ребята учатся в общих группах, то есть это конституциальная информация. Учитесь вы по бюджету или по коммерции, никто не знает. Если вы захотите это обсуждать, никто этого знать не будет. У нас есть места для иностранцев. 530 тысяч рублей в год стоимость обучения. Мы сдаем конкурс «Портфолио» у нас и экзамен по английскому языку, который проходит в формате «Зачет-незачет». Нужно набрать… Можете написать «Маргарита» или кто здесь еще следующий? Сколько баллов нужно набрать из 100, чтобы получить зачет? Сейчас не вспомню точно. 41 балл Маргарита пишет. Очень простой экзамен, надеюсь, что все справятся, кто хотя бы когда-то учил английский язык. Проходной балл в прошлом году на коммерцию был 52 балла. Нужно было набрать из 100. 85 на бюджет. У нас есть люди, которые поступили к нам в Олимпиаде. Это 8 человек, есть те, кто… 3 человека, кто поступил по раннему приглашению к поступлению. Остальные 40 мест и 40 мест сейчас свободны для вас. Поэтому вы можете смело подавать. Достаточно много мест осталось. Дальше хочу сказать немножко про скидки. Здесь есть QR-код, где вы можете отсканировать его и подробнее изучить. Но точно скидки имеют выпускники высшей школы бизнеса, высшей школы экономики, извините, разных факультетов. При недоборе баллов до проходного на бюджетные места тоже есть скидка 25%. Если вы изначально идете только на коммерческое место, тоже есть специальные скидки. Со всеми скидками вы можете ознакомиться по QR-коду, потому что часто такое спрашивают. Дальше. Ну, вот руководство программы я уже представилась. У нас есть два руководителя траектории. Очень горжусь, что мы работаем в таком составе с коллегами. Руководитель траектории маркетинговой стратегии управления продуктом Манин Александр Владимирович. Известный практик. Работал долго в телекоме. Возглавлял департаменты по маркетингу и продажам. Билайн МТС. Огромный опыт консалтингового Александра Владимировича. Юлия Константиновна Пирогова. Больше 65 лет работает в университете. Является редактором профильного журнала по маркетинговым коммуникациям. Очень известный тоже такой специалист по маркому и пиар. Поэтому я рада, что мы в таком сильном составе этот год тоже начинаем. У нас есть Академический совет, который управляет программой, несмотря на название. Это люди, которые являются практиками и представляют крупнейшие компании российские. И вот на этом слайде есть у нас председатель и зампредседателя Академического совета. Это коллегиальный орган управления программы, который согласовывает практически все. Учебные планы, список тем курсовых, выпускных работ утверждают самые важные моменты. Вместе с нами коллеги. И, соответственно, все путем обсуждения голосования принимается. Потому что мы считаем, что именно бизнес является нашим заказчиком. И для них мы готовим специалистов. Для представителей бизнеса, для, соответственно, корпоративных наших партнеров. А вот председатель Академического совета есть на сайте, тоже вы сможете ознакомиться. У нас постоянно обменяется состав и будет актуализация тоже в сентябре. Ну вот на всякий случай просто вам показываю, какого рода у нас специалисты есть. Это все директоры по маркетингу, вице-президенты по маркетингу, продажам крупнейших российских компаний. Преимущества обучения. Я считаю, что их несколько. Ну, во-первых, мы считаем, что у нас очень практикоориентированная программа. Все курсы, дисциплины проходят в формате таких бизнес-кейсов. Практически все. Приходят представители бизнеса, ставят задачи для наших студентов. И после получения теоретической информации студенты, собственно говоря, чаще всего в групповом формате выполняют работу над этими кейсами. У нас такая, в общем-то, есть все-таки выбор хороший. И можно строить индивидуальную траекторию обучения. Есть две траектории, о которых я вам уже говорила. Есть отдельные курсы Мага-Лего, есть курсы по выбору, есть межкампусные дисциплины. И вы можете настраивать свою траекторию. И поэтому очень хорошо сразу представлять и понимать, какая точка B вас ожидает. То есть где вы хотите оказаться после завершения обучения. Может, на самом деле, это вот сейчас вопрос подумать, подумать вам, каким маркетологом вы хотите стать, где вы хотите работать, каким специалистом хотите быть. Соответственно, как реализовывать, как строить карьеру. Чуть позже об этом поговорим. И поэтому есть возможность выбирать траекторию, настраивать ее под себя. Но я рада, что мы до сих пор участвуем в рейтингах, как российских, так и международных. В рейтинге QS мы до сих пор занимаем лидирующие места и входим в топ-50 программ этого уважаемого рейтинга. Стажировки в зарубежных вузах до сих пор предоставляются. У нас нет программ двойных дипломов, к сожалению, сейчас. Но есть программа мобильности, и достаточно многие студенты пользуются этой возможностью. Мы приглашали на наши мероприятия на митапы наших студентов, которые рассказывали, как они следили по мобильности. Поэтому есть такая возможность и сейчас. Поэтому желательно тоже при поступлении сразу этим озадачиться. Сходить в Центр международной мобильности, обсудить с ними возможности. Мобильность есть как общевышкинская, так и ОТВШБ. Я очень счастлива, что у нас есть возможность отбирать лучших из лучших. У нас конкурс высокий от 8 до 12 человек на место, на бюджетные места. И поэтому мы рады, что здорово, что мы имеем такое счастье обучать таких звездных классных студентов, мотивированных очень. Мы актуализируем программу, и в этом году тоже поменяли. Я QR-код сейчас вам дам на учебные планы. Они поменялись по сравнению с прошлым годом. Как раз это можно будет учить, сравнивая в том числе учебные планы. Ну и хочу сказать про живой такой формат обучения. Я уже немножко сказала, что у нас очень много бизнес-кейсов. Также есть формат перевернутых классов, деловых, консультационные проекты делают студенты. И это здорово, что у нас очень такой сильный преподавательский состав, которым мы гордимся. И у нас преподают не только заслуженные профессора, доценты в высшей школе экономики, но и практики, которые приходят в аудиторию, чтобы делиться с вами знаниями. Таких желающих очень много. Это директора по маркетингу или, скажем, управляющие профильными подразделениями, рекламой, пиар, коммуникационными подразделениями, ведущих российских компаний и агентств, которые, собственно, делятся с вами секретами мастерства. Также хочу сказать немножко про траекторию обучения. И здесь важно, что есть, как я уже сказала, две траектории. И немножко разные, да, возможности в связи с этим для развития карьера. Вы учитесь один год по, соответственно, общей программе. Есть, скажем, базовые дисциплины, которые вы осваиваете в первые полгода. А дальше идет разделение на траектории. И вам нужно через полгода будет выбрать ту траекторию, на которой вы будете обучаться. Это такой вот водораздел и возможность, да, как бы выбрать свою дальнейшую, в том числе и карьеру, карьерный путь. Потому что если по траектории маркетинга, маркетинга, стратегии, управления продуктом, это все-таки больше стратегическое направление и связанное с управлением продуктом, как говорит сама траектория, то в коммуникациях, в брендинге это пиар, реклама, брендинг, коммуникации. Как вы можете увидеть из-за этого слайда. Ну, соответственно, некоторые наши работа, наши партнеры, указанные на этом слайде, конечно, это не исчерпывающий список, перечень их. Наполнение программы. Наверное, не буду долго останавливаться, чтобы успеть ответить на все ваши вопросы. Вот есть QR-код, с которым вы можете ознакомиться. Соответственно, можете ознакомиться с учебными планами на этот год, сравнить что-то, если вам нужно. Но могу сказать, что достаточно такое интенсивное предстоит обучение. У нас есть такие курсы по выбору, у нас есть обязательные дисциплины. Есть... Так, что-то у нас пропала презентация. Маргарита, если вы с нами, не вижу презентацию. Да, вот сейчас вижу. Я надеюсь, что все успели QR-код скачать. Давайте, наверное, не буду подробно останавливаться. Могу сказать, что программа актуализирована в этом году тоже. Вот к самому такому волнительному и животрепещущему моменту подошли. Это конкурс «Портфолио». И хочу тоже остановиться на этом. Это очень важно для вас, я знаю. Если вы еще не подавали документы, документы установленного образца о высшем образовании, мы учитываем, и максимально можно получить за ваш бэкграунд, за ваш бакалаврский или бэкграунд, или специалитет 10 баллов. Документы, подтверждающие индивидуальное достижение, тоже 10 баллов из 100. Документы, подтверждающие опыт работы, тоже 10 баллов. Мотивационное видео в нашем случае – это 15 баллов из 100 возможных эссе на тему использования искусственного интеллекта для повышения результативности марки СНГ 20 баллов из 100. И устное собеседование, максимальный вес – это 35 баллов из 100. Давайте чуть подробнее поговорим про каждый из этих элементов. Сейчас, секундочку. Эссе является обязательным компонентом портфолио. Но важно понимать, что вы пишете его как научную работу. Вы можете посмотреть, как органики чаще всего пишут со статьи. И это хорошим ориентиром будет являться для вас. Нужно писать, обязательно раскрыть тему. И важно, что ту часть, которая касается результативности, тоже нужно раскрыть. Что это такое? Мы ожидаем, что в вашем эссе будут показатели результативности, то есть KPI, метрики маркетинговые, которые позволяют измерить эффективность применения искусственного интеллекта в данном случае. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Важно, чтобы было введение в вашем эссе, было введение, важно, чтобы было заключение. Литературный обзор обязательно, ссылки на источники обязательно, примеры тоже обязательно. Поэтому обратите на это внимание. Документы о высшем образовании учитывают как средний балл ваш и, соответственно, учитывается профильность образования. Поэтому здесь нужно понимать, что состоит эта часть из двух частей. Максимальные 5 баллов за оценки могут получить счастливые обладатели красного диплома. И максимально профильными для нас являются маркетинг-продажи, пиар, маркетинговые коммуникации, реклама, связь с общественностью и некоторые экономические профили тоже. Поэтому здесь, на самом деле, нужно учитывать, что здесь два компонента, которые учитываются. Дальше хочу поговорить про следующие наполнения других компонентов. Если собеседование максимально весит 35 и 100, как я уже сказала, обязательно нужно помнить, что если даже в мотивационном видео вы уже рассказали про себя, про свой бэкграунд, про какая у вас мотивация поступать, не будете повторяться. Как я уже говорила раньше и не устану повторять, что, скорее всего, будут разные люди смотреть ваше мотивационное видео и другие компоненты портфолио и проводить собеседование. Так получается, что конкурс большой и, на самом деле, это разные, как бы у нас разделены эти потоки. Поэтому не будете повторить еще раз про себя информацию, какой буквы ряд, какая у вас мотивация, почему именно маркетинг, почему именно вышка. Вот об этом нужно сказать. Обязательно будут вопросы, связанные с вашим эссе. И тоже нужно хорошо знать, конечно, и повторить, да, прочитать перед собеседованием еще ваши эссе и быть готовым ответить на вопросы. И также будут вопросы по, на знание основ маркетинга. Это простые, достаточно вопросы, которые, не знаю, любая книга Котлера может, наверное, покрыть. Или, возможно, вы проходили курс на платформе открытого образования, маркетинг. Там тоже, на самом деле, есть ответы на те вопросы, которые будут задавать ваши экзаменаторы. Сразу скажу, что собеседование будет проводить один человек, и у нас будет только 10 минут на собеседование. Поэтому постарайтесь емко, кратко, быстро, четко отвечать на все вопросы. Другие, да, вот еще компоненты, которые называются индивидуальные достижения. Мы здесь учитываем как участие в зимней школе, активное участие в митапах. Вот коллеги помогали, помогли собрать статистику по всем митапам. И у нас есть, соответственно, баллы, которые мы начисляли за вашу активность в рамках митапов и других мероприятий. Кроме того, здесь учитываются именно стипендии, джемат. Ну, таких людей очень мало, поэтому не буду подробно останавливаться. Если вы являетесь призером или победителем Олимпиад, в том числе и высшая лига, победители поступили уже вне очереди. Но если вы являетесь дипломантом третьей степени, во-первых, у вас есть скидка на поступление. Во-вторых, это максимально учитывается в индивидуальных достижениях. А если вы получали дополнительное образование, тоже это будет учитываться в индивидуальных достижениях. Ваши публикации, статьи, участие в конференциях тоже идут за зачет по этому критерию. Дальше. Я уже заканчиваю. Сейчас будем попробовать ответить на ваши вопросы. Опыт работы. Для подтверждения опыта работы вам нужна трудовая книжка. Это самый оптимальный формат для того, чтобы это учесть. В электронном виде это еще лучше, чем бумажный скан. Если вдруг нет трудовой книжки, то мы учитываем также договора. Вы можете предложить договора, по которым вы работаете, в том числе договора ГПХ. Также можно приложить справку с указанием вашей должности, места работы, подробного описания функционала. Обязательно на фирменном бланке с печатью и подписью. Это должна быть справка, чтобы учесть ваш опыт работы. Если просто будет приложено CV, соответственно, это для информации могут быть использованы, но баллы вам не будут, к сожалению, начислены, потому что CV недостаточно для того, чтобы подтвердить ваш опыт работы. Мотивационное письмо у нас в формате видео. И там вы должны рассказать про ваш текущий опыт достижения, про мотивацию, почему вы решили поступать на нашу программу, соответственно, почему вы интересный кандидат, соответственно, как вы видите себя в будущем. И желательно, чтобы это было креативно, такой интересной креативной подачей, потому что конкурс высокий, чтобы как-то выделиться и запомниться, лучше это сделать в интересной какой-нибудь манере, мотивационное видео смонтировать или там что-то дополнить с какими-то фишками своими. Ну, кто как поступает, в некотором формате интервью делают, в некотором формате клипа, какого-то ролика забавного и так далее. Поэтому можно этот тоже опыт учесть. Как я уже сказала, у нас сегодня будут студенты с нами. Вообще о программе можно подробнее узнать в социальных сетях. Если вы совсем недавно к нам присоединились, еще не знаете про соцсети, в Телеграм-канале очень много информации. Также на Ютубе есть отзывы наших студентов прошлых лет, текущего набора. Вы можете посмотреть, соответственно, подписаться и получить полное представление о нашей программе. В Телеграм-канале еще актуальная информация и ответы на все ваши вопросы по поступлению, в том числе. И я думаю, что я сейчас отвечу на ваши вопросы, которые сейчас уже появились. И дальше мы перейдем к общению с нашими студентами и на вопросы, которые есть к ним. Давайте я, наверное, попробую сейчас пролистать. Так. Так. Мне зовут... Так, секундочку. Будет ли доступна запись? Надеюсь, что будет. Ответьте, пожалуйста, организаторы, будет ли доступна запись? Значит, Анастасия пишет. Красный диплом и бакалавриат рекламы на совете общественности. 10 баллов. Да, верно. Это 10 из 10. Запись будет. Нам подсказывают. У меня почему-то не листает. Сейчас, секундочку. Будут ли... Так, подскажите, пожалуйста, была руководителем студенческих объединений, будут ли за это добудоб баллы? К сожалению, волонтерская деятельность не учитывается и не будет за это. К сожалению, баллов... Ну, вы на всякий случай можете приложить, но в прошлые годы не начислялись баллы за ваши активности социальные. Так, много, сейчас, секундочку. Можно ли загружать портфолио в виде презентации? Да, можно. Можно презентации со ссылками загрузить. Нужно ли делать титульный лист на эссе? Да, нужно. Сделать титульный лист, укажите название, ваше имя. Это не обязательно, но желательно сделать. Это не учитывается в объеме. Визуальный материал, можно ли брать чужого авторства и как это подписывать? Можно, конечно, так же, как в статьях вы это делаете, или в публикациях, или в других научных источниках. Если таблица, источник составлено по, или источник, и указывается, соответственно, этот источник. Фамилия, имя автора, или, соответственно, или номер, который вы указываете в библиографии, или ссылка на источник. Можно ли получить баллы за договор на зарубежную компанию? Не поняла вопрос, что такое баллы за договор на зарубежную компанию. Если у вас есть договор, вы работаете по договору с зарубежной компанией, то, в принципе, вы получите баллы за опыт работы, если я правильно поняла. Да, можно приложить такой договор. Публикация. Так, на что можно рассчитывать с журналистским образованием красный диплом? Тоже, чаще всего, это максимальный балл. Пять за красный диплом, пять за профильное образование. Все портфолио, загружаемые одним файлом. Можно ли видео прикрепить с ссылкой на Яндекс или Гугл Диск? Можно с ссылкой, да, сделать. Можно сделать опись, это очень удобно. Требования к объему эссе я давала выше QR-код, и вы можете посмотреть. Давайте еще раз. QR-код, где на самом деле все потребования по объему написаны. Вот конкурс в портфолио, вот этот QR-код, который вам нужен. Скачайте, пожалуйста, документ, и там есть полностью и требования, и требования к объему. Государственное муниципальное управление при оценке, так, по-моему, это было 4 балла, если не ошибаюсь. Есть такой у нас файл с коэффициентами профильности, не максимальный балл, но учит, по-моему, 4 балла из 5 возможных. Эссе также загружаем в общую презентацию. Можно в презентацию загрузить, можно отдельно файлом загрузить эссе. Вы и так, и так можете поступить, как вам удобно в личном кабинете. Рекомендую загружать сразу все. То есть не загружать так, что вот сейчас загрузили, потом дозагрузили в последний день. Потому что теряются документы, это очень неудобно комиссии. Поэтому, если вы решили загрузить, загружайте все документы сразу одним моментом, одним днем, по крайней мере. В эссе тоже загружаем. Так, секундочку. Будет ли учитываться при оценке документов в образовании майнер? Нет, не будет учитываться майнер, к сожалению. Ну, майнер внутри корпоративного предпринимательства. Здесь учитывается профиль на образование юридическое. По-моему, это было 3 балла из 5. Публикацию в научном журнале прикладывают ссылкой на нее или полным текстом. Нужен, можно и так, и так, лучше скан текста приложить, чтобы не искать людям, проверяющим. Проходил так вариатив современной методы и креативной технологии рекламы. Будет ли этот опыт учитываться? Ну, скорее всего, нет, потому что это вариативная дисциплина. Учитывается профильность образования. Коэффициенты профильности, по-моему, мы скидывали в Телеграм. Давайте еще раз скинем, если это где-то уже далеко. Оказалось, попрошу Маргариту и коллег это сделать. Социология является профильным образованием, по-моему, 4 из 5, если не ошибаюсь. Так, если был собственный проект, будет ли это учитываться в портфолио? Да, можно учитывать в портфолио. Если у вас какие-то есть подтверждающие документы, если вы были оформлены как ИП, а если у вас какие-то есть подтверждения, то это может быть учтено. Какая вероятность того, что максимальный балл по портфолио, выставленный в раннем приглашении, может быть понижен при поступлении на основную волну? Да, может быть тоже Мария понижен, потому что другая комиссия, другие экзаменаторы проверяют. У нас здесь гораздо больше, чем в раннее поступление. Поэтому здесь я уже говорила, предупреждала, что если вы получили какое-то количество баллов при раннем поступлении, это лишь ориентировочная для вас такая цифра при основной программе. Поэтому здесь нет никаких гарантий. Другие люди будут учитывать, с нуля проверять. Поэтому здесь может быть немножко разное начисление баллов. Насколько более… Так, секундочку, я пролистывается как-то очень быстро. Я не могу с этим поделать. Если я зарегистрирован в качестве ИП, какие документы необходимо приложить в портфолио. Но здесь на самом деле я бы на вашем месте приложила контракты, контракты, которые вы заключали с вашими работодателями, с вашими клиентами, в подтверждение того, что вы на самом деле… Ну, у вас есть такой опыт. Потому что документы по ИП здесь не обязательно прикладывать. Лучше получить одно рекомендательное письмо от руководителя, другое от этого университета. Да, подтверждаю, что это так. Это альтернатива трудовой книжки. Лучше предоставить и то, и другое. И то, и другое. Лучше предоставить и трудовую книжку, и рекомендации. Так, коллеги. Так, мне пришло раннее приглашение на вашу программу. Я же буду обучаться на бюджете. Раннее приглашение. Кирилл, если вы получили подтверждение по раннему приглашению, соответственно, ну, я вот не помню, чтобы у нас был Кирилл Пивоваров, если честно, но если вы получили, то, наверное, вы уже поступили. Нужно проверить. Давайте спишемся, Кирилл, с вами уточним. Есть ли формальные требования к рекомендательному письму от преподавателя? Нет, никаких требований нет. В свободной форме пишется. Ваши достижения могут быть обозначены в этом письме. Будет ли учитываться документ об образовании по направлению экономика и бизнес? А почему не будет, да, будет учитываться документ об образовании? Каким образом будет учитываться? Экономика, по-моему, 4 из 5 баллов дает, если говорить про профильность. Если опыт работы был творческий и проекты реализовывались по словесной договоренности, так и что будет доказательством, но только справка какая-то или рекомендательное письмо, где учитывались, где будут указаны, что вы конкретно Артем делали, соответственно, какие виды работы как бы осуществляли, соответственно, кто был заказчиком этих работ, можно оформить в качестве справки или рекомендательного письма. Но желательно, чтобы это было с подписью печати на фирменном бланке. Как с вами списаться? Списаться у меня есть на моей страничке т.т.ветрова.собачка.hse.ru Мой имейл есть, соответственно, на сайте у нас. Сколько баллов можно получить? Сейчас, секундочку. За диплом по направлению международного отношения с профилем экономика и управления? Сейчас точно не вспомню. 3 или 4 балла. Анна пишет, так, по поводу документов для портфолио хочу в качестве проектного опыта приложить к курсовую работу. Курсовую работу прикладывать не нужно. Так. Достаточно ли описать содержание работы и получить подпись руководителя? Можно просто как рекомендательное письмо, что вы оформляли работу по такой-то тематике, по маркетинговой тематике. Как рекомендация не нужно ничего прикладывать к саму работу. Обязательно ли рекомендательное письмо на бланке компании или достаточно печатью? Бланка печать желательно, но не обязательно именно рекомендательное письмо. Если вы пишете для подтверждения опыта работы, то обязательно и бланк, и печать обязательно. Так. Если работа неофициально, рекомендательное письмо от организации, где работа будет зачитываться? Да. Инна, если это будет на фирменном бланке, с печатью, с подписью, с указанием времени, места работы и функционала. Это обязательно. В каком формате необходим мы присоединиться к сертификат IELTS, чтобы зачесть место экзамена по английскому языку? Это вопрос вот не ко мне, потому что, ну, я думаю, что просто сертификат приложите. Когда вам будет назначена дата английского языка, нужно, ну, как бы указать, что у вас есть сертификат. Я так понимаю, что это делается тоже в личном кабинете. Принимаем экзамены по английскому языку не мы, поэтому, пожалуйста, ну, уточните еще в приемной комиссии. Публикация по направлению экономики будет учитываться? Да, будет учитываться. Мария Котова пишет. Я отвечаю. Сколько баллов можно получить за диплом бухгалтериата по направлению управления проектом? Средний балл 4,75. Зависит от того, есть ли у вас тройки. Если есть тройка, если есть тройки, то, по-моему, 3 баллов максимально будет получить. То есть не GPA, не средний балл учитывается, а количество троек. Вы есть в приказе. Кирилл, поздравляю, вы есть в приказе. Может, мне не писать. Маргарита проверила. Кирилл, я что-то пропустила, да, так что поздравляю вас. Насколько баллов с диплом бухгалтериата по политологии может быть оценен? Я не помню точно, по-моему, 3 балла из 5 возможных. Так, будет ли внутренний экзамен, бывший из бухгалтериата по английскому, перезачитан? Это не будет, к сожалению, Мария перезачитан. Нужно будет заново проходить. Но для вас не составит труда, если вы в высшей школе экономики сдавали такой экзамен. Коллеги, у меня очень быстро... Итак, если я являюсь призером конкурса Creative Open и эта информация на официальном сайте, можно ли в качестве доказательства указать ссылку? Да, можете указать. В качестве чего? Как проектный опыт вы хотите это учесть или как что? Можете указать ссылку в описи, да, с документами. Опись достаточно желательно подготовить следующим образом. Вот каждый критерий. И по каждому критерию вы описываете документы. Например, по достижениям вы говорите, что у вас есть такие-то достижения. И дальше тут ссылочки на эти достижения. Очень удобно так проверяющим проверять. Да, вот с этой описью или с презентацией или в любом другом формате. Это сделайте, чтобы это было структурировано. Очень удобно так делать. Прибывали, которые пишут рекомендарь на письмо, должен обучаться по марксовому профилю. Обучайте. Ну, желательно, да, чтобы это марксовому профилю было. Или ваш научный руководитель, если у вас не профильный бакалавриат. Ну, какие-то у вас достижения есть. Может быть, вы написали... У вас не профильный бакалавриат, но вы, например, там написали несколько статей или участвовали активно в какой-то исследовательской деятельности или проектной деятельности. Ну, вот достижения можно указать рекомендарь на письме в том числе. Коллеги, если я не на все вопросы ответила, продублируйте, пожалуйста, потому что очень быстро уходит лента. Проходит вечернее время обучения. Да, чаще всего в вечернее время многие ребята работали и учились, но есть пары дневные, поэтому нужно здесь гибко договориться с вашим работодателем о том, что вы учитесь в очной магистратуре. Иногда вам придется отпрашиваться. Надеюсь, ваш работодатель пойдет вам навстречу. Сколько длится по времени собеседования? 10 минут всего. Поэтому, Марина, очень оперативно, быстро желательно отвечать на вопросы. Насколько более глубокое погружение в тему на магистратуре, если сравнить с бакалавриатом маркетинга? Ну, намного более глубокое, потому что это специализированное образование. Более того, у нас есть две траектории, и точно будут отличаться, если говорить про мира, то точно пересечений очень мало. Особенно в маркетинговой коммуникации там и брендинг совсем другое. Преподаватель майнера по медиакому написать может рекомендарь на письмо? Да, может, конечно, как и любой другой преподаватель. Если статья отправлена в журнал, но нет еще подтверждения, ну, то есть желательно запросить справку, чтобы, что принята публикация статья. Если она опубликована, значит, вы даете или ссылку, или желательно скан делаете в вашей статье и прикладываете. Если нет, то подтверждение нужно обязательно, и текст нужно тоже приложить для проверки, для экспертизы. Еще хочу сказать, что обязательно проверяется у нас эссе на плагиат, поэтому позаботьтесь о том, чтобы это был оригинальный документ, соответственно, все эссе проверяться будут на плагиат. Трудовую книжку можно представить в виде выписки от госуслуг? Да, это очень удобно, если она будет представлена как выписка от госуслуг, потому что читать удобнее, чем такую вот, скажем так, написанную версию. Коллеги, наверняка что-то еще пропустила. Пожалуйста, продублируйте письма и перейдем дальше. Собеседование проходит все онлайн, да, онлайн из любой точки мира. Главное, чтобы устойчивое соединение было у вас. Все компоненты портфолио можно добавить в одну презентацию при крепительной кабинете. Можно так сделать, да, ссылку, в том числе, и на мотивационное видео. Туда же можно ссылку на эссе, выложить все это на какой-нибудь диск, Яндекс, например, и, соответственно, чтобы ссылочками было оформлено это все. Будут ли засчитаны баллы за диплом по направлению встоковедения? Ну, конечно, будут, да, засчитаны. Диплом по направлению встоковедения, по-моему, 3 балла дает, если я ошибаюсь, или 2, надо посмотреть по коэффициенту профильности. Есть ли ограничение по длительности мотивационного видео? Но желательно, чтобы это было не более 7 минут, ну, 3, 5, 7 до 7. Коллеги, давайте, наверное, так, еще два вопроса. Госуслуг нужно получать именно в цене, это можно просто выгрузить из сайта госуслуг, это удобно. Какой допустимый процент плагиата? Вообще по вышке мы очень строго к этому относимся. 20% допустимо заимствований. В прошлом году комиссии решили пойти навстречу. По-моему, у нас было, принимались работы с 30% томи заимствований. Только был коэффициент. Будет ли набор на амминистратуру в 2025 году? Надеюсь, что будет, Мария. Что делать с самозанятыми? Я работаю в двух местах, в агентстве и так далее. Вы должны предоставить договора с вашими клиентами, если вы самозаняты и оказывали услуги. Так, как заверять места работы? Ну, заверять я уже... Если нет у вас ГПХ договоров и, соответственно, трудовой книжки, то, я уже говорила, справка с подписью, печатью или рекомендательное письмо с подписью, печатью, с оказанием всех вводных, а именно продолжительности работы, функционала и так далее. Антиплагиат платный или бесплатный? На что ориентироваться? Ну, я не знаю, если у вас доступ есть к вышке на к вам плагиату, можете проверить. Если нет, то на любой другой ориентируйтесь. Коллеги, давайте, наверное, продолжим, потому что у нас время уже много мы поговорили. В рамках, я думаю, что обсуждения можно задавать вопросы еще и студентам. Я с вами остаюсь обязательно. И предлагаю вот как раз, кто у нас первый из студентов будет выступать. Прошу выйти в эфир. Давайте я. Здравствуйте. Давайте. Вадим, здравствуйте. Да, прошу прощения, что у нас как-то у нас все немножко задержались. Задержались мы. Радостью представляю студента уже второго курса обучения. Вадим у нас такая звездочка. И много, много чего я успел за этот год сделать. Не буду отнимать хлеб ваш. Вадим, расскажите про свои успехи, пожалуйста, самостоятельно. Много вы где участвовали. Вы стипендиатом являетесь, да, и, насколько я помню, Патанинского фонда. И полученную стипендию получаете в ваших чемпионатах. Вам передаю слово, Вадим. Да, спасибо. Всем еще раз добрый вечер. Начну с того, что я поступил на бюджет. В общем-то, здесь первый совет мой, наверное, не перестараться. Я, например, свое эссе совсем оформил как статью. Даже указал тематический идентификатор. От этого мне пришлось писать, что это не опубликованная статья. Что это эссе, непосредственно сделанное для поступления. В общем-то, что могу рассказать. Обучение действительно очень и очень практикоориентированное. Мы работали лично я с Тинькофф Мобайл, со Сбером. И как-то косвенно с Делонгина, одном из предметов, погружаясь в эту компанию. Действительно, как сказала Татьяна Владимировна, я постарался поучаствовать во многих мероприятиях помимо учебы. Это стипендия Потанина, это стипендия, получается, президента. И если так говорить о уже результатах того, что случилось за год, показателем для меня стало следующее. Я участвовал в Я-профи, в бакалавриате на четвертом курсе по рекламе. Я не смог пройти в полуфинал в этом году. Спустя полгода обучения я стал серебряным медалистом по Я-профи, по рекламе. И заняли мы с командой место по призовое на кейс-чемпионате СПБГУ и Мегафона Олимпиады для первых. Что еще рассказать? Может быть, вы что-то спросите, кстати, я смогу ответить на самом деле. Или, Татьяна Владимировна, что-то это задаст тему? Я с радостью. Уточните, пожалуйста, какой бакалавриат вы заканчивали, пока ребята пишут. Я думаю, что это точно вопрос интересный. У меня бакалавриат экономика с профилем финансы и кредит получил 4 балла из 5 и за успеваемость 5 баллов. А где вы заканчивали? Я заканчивал в СПБГУ в Питере. Вышку я совсем не знал. Вот сейчас узнал. Теперь очень рад, что я, конечно, сюда попал. Это не скрыть. Абсолютно, конечно, небо и земля. И я участвовал в высшей лиге. Кстати, мне немного обидно, что в наш год не было раннего приглашения. Вот. Сейчас вот оно в этом году есть, да. В высшей лиге я не стал дипломантом, но я занял там 24 место. Я думаю, это мне тоже как-то помогло там набрать баллы. Поэтому вот так. Участвовать надо во всем. Вадим, а скажите, где у вас был такой обширный опыт по КИС-чемпионатам. Вы много сейчас этим занимаетесь. И увлекаетесь. А где вам удалось поработать? Какой опыт приобрести? Да, я действительно поработал полгода в Акаме. Это бывший Денсу. Коммуникационный холдинг агентства Икс. И там я был медиапланером. Вот. На одном из таких, получается, крупных клиентов Яндекс.Маркет. А вообще, как собираетесь дальше развиваться? Что бы вы хотели для себя? Так вы видите? Через год после обучения. Я завидую, на самом деле, тем ребятам, которые так уже сложили все в своей голове. У меня сейчас будет большой опыт, связанный с мобильностью, с обменом в Германию. И поэтому я оставляю простор для случайностей, для каких-то изменения целей и различных приоритетов. Поэтому жизнь покажет. Я пока не загадываю. Ну, вообще, какие-то есть ориентиры хотя бы? Но развиваться в маркетинге, да. Развиваться в маркетинге мне очень стал все-таки близок за период обучения продуктовый маркетинг. Это разработка концепции продуктов, функциональной, маркетинговой там и так далее. Поэтому в этом, конечно, очень интересно мне разбираться. И я бы в этом стал развиваться. Да, классно. Ребят, есть ли вопросы у вас к Вадиму? А вы мне пока расскажите, пока ребят спрашивают, почему Германия, почему стажировку выбрали? Вообще хочется сказать, что сейчас сложная ситуация с обменами. Было, конечно, очень много мест и двойные дипломы были. Сейчас конкурс на мобильность огромный. Едут ребята исключительно в верхушке рейтингов. Ну, потому что рейтинг – это основополагающий фактор в выборе ребят на мобильность. Почему Германия? Это был один из, получается, трех моих вузов, в которые я могу податься. Из-за, конечно же, согласования программу. Из-за страны. Вот там была Венгрия и Германия. В принципе, в Венгрию я не прошел, там было два места, потому что я был на втором месте рейтинга, куда, видимо, совсем попадали какие-то, в общем-то, ребята звездные. Но я очень рад, что я все-таки буду в Юрсбурге. Там буду полгода. И, по-моему, это неплохо. Сейчас вот занимаюсь как раз-таки всеми документами. Это непросто. Это непросто. Вадим, спасибо, что рассказали. Ну и желаем вам удачи, на самом деле, по мобильности. Здесь сегодня большой путь пройден. Вот. И так держать. Вы молодец. Спасибо. Спасибо, ребята. Ребята, эти вопросы есть какие-то? Пока не вижу. Подождите, вы видите? Может быть, я не вижу? Именно, ну вот здесь есть вопрос. Это именно вышкинская мобильность, да. Общую университетскую я не рассматривал, но там попроще конкурс, кстати. А здесь это вышкинская. Там еще вопрос. Можно ли получить баллы за непризовое место по профильному направлению Олимпиады? На самом деле, баллы, да, можно получить, и вы получите, если вы набрали достаточно высокое количество баллов именно в индивидуальных достижениях, обязательно прикладывайте свой результат. Он будет учтен, Мария. Какой лучше выбрать вариант альтернативного размещения, чтобы было ближе к корпусам, где проход лекции? Не поняла вопрос. Что такое альтернативное размещение? Уточните, пожалуйста, про альтернативное размещение, непонятно. Был ли у вас опыт работы по максимуму при поступлении? Вадим, это к вам вопрос. У меня было два месяца работы в рамках, получается, практики дипломной в СПБГУ, и это был как раз маркетинг и продажа, да. Но я, не знаю, схитрил, не схитрил, но я на самом деле вспомнил все маркетинговые и менеджерские кейсы, которые у меня были. Я сделал семь справок официальных того, что я там конкретно выполнял, свои обязанности в командных работах, и это повлияло на мой балл. Там семь из десяти, по-моему, было у меня за опыт работы. Вадим, спасибо огромное, всего доброго, пока-пока, счастливо. Всем удачи. Спасибо. У нас еще Александр Воробьев и Елена Рыжкова с нами. Кто из ребят сейчас готов, выходите, пожалуйста, в эфир. Добрый день. Александр, приветствую. Привет-привет. Да, ну вот я, наверное, слово передам вам сразу. Студент тоже второго курса обучения. Александр большой молодец, работает у нас, помогал очень в этом году в команде продвижения, исправлялся успешно с учебой и работает. Александр, расскажите, пожалуйста, про себя, про свое выступление, про свой бэкграунд, про бакалавриат, про маркетинговый опыт. Все это интересно. Ну вот, соответственно, как вам это все, как вам этот год, как вы справлялись со всем, что у вас было. Я думаю, что ребятам это интересно, и вопросы дополнительные пишите, кроме моих вопросов. Да, Саша. Да, я начал задумываться о поступлении в начале четвертого курса, и тогда уже понимал, что я не хочу идти в свой вуз, продолжать обучение. Не потому, что там было плохо, а просто потому, что я понял, что вырос, и уже хочу чего-то более классного, более крутого, более амбициозного. И задумался о поступлении в вышку. Готовился вот как раз в течение года, но вот там где-то что-то, статьи писал, участвовал в кейс-чемпионатах, занимали мы призовые места тоже, и в Ченджордж Кап Москву у нас мы вошли в топ-25% лучших решений в секции хай-левел, то есть для опытных, скажем, игроков. Вот, и подумал, что вышка – отличное место, чтобы продолжить образование, и тем более маркетинг именно вот в вышке, маркетинг в СУБ, наверное, одна из самых лучших программ в России, даже не знаю, может быть, и в целом в СНГ. А можете про свой опыт рассказать? Наверное, как-то так. Да, если говорить про обучение... Про опыт работы, про обучение, может быть интересно. Да, да, про опыт работы. В начале четвертого курса я уже посмотрел портфолио, посмотрел требования, понял, что мне нужен срочно опыт работы для того, чтобы набрать максимальный балл. Я рассматривал как раз обучение на бюджетной основе, поэтому за опыт работы можно было тут, ведь и сейчас можно получить, если у нас есть 10 баллов, это действительно много. И так я понял, что мне срочно нужно куда-то устроиться, чтобы по этому критерию пройти. Пытался пройти в очень многие места, и в маркетинговые агентства, и в компании, в отдел маркетинга, но, к сожалению, не получалось. Всех смущало то, что я учусь, получаю образование. Я также, конечно, учился по программе двойного диплома, поэтому никому не хотелось сталкиваться с потенциальным человеком, которым могут быть проблемы на работе. Но так получилось, что я попал на YouTube, на продюсирование, организацию съемок. И вот за весь мой опыт работы организовал съемки и в Арабских Эмиратах, и во Франции, и вот в ряде других стран, вот в Юрной Корее, и систематически организую съемки и в России. Вот. И с таким опытом, довольно необычным, я получил те самые заветные баллы. Саша, скажите, пожалуйста, у вас такой необычный опыт, действительно, очень прикольный такое продюсирование, да? А вообще, как вообще программа не про это немножко, но как она вам помогла, например, здесь вот в этой деятельности? Это мне просто самое интересное. Спрашиваю. Угу. Да, да-да-да. Ага, да, понимаю. Да, сейчас расскажу. На самом деле у меня вот всю жизнь осознанно была мечта иметь свой бизнес, заниматься каким-то своим делом. На дядю работать не хотелось совсем. И так я пришел к тому, что хочется создать свой продакшн и с коллегами, вот, создать свою компанию, которая бы занималась как раз организацией съемок. И маркетинг, мне кажется, это одна из базовых, но при этом очень глубоких и важных полезных компетенций, которые нужны для того, чтобы создать компанию, которая бы работала. И кроме того, я выбрал трек маркетинговой стратегии управления продуктом. Это как раз поможет мне лучше понимать потребности компании. Также вот был полезный курс по бизнес-моделям и курс по маркетинговым конъюнциям. Вот как раз это все очень сильно уже помогает в построении компании. Напомните, пожалуйста, какую программу вы заканчивали, какой университет? Я заканчивал Всероссийскую академию внешней торговли, ВАФТ по направлению внешней торговли. То есть не совсем профильный бакалавриат. Насколько было тяжело вообще вникнуть в эту маркетинговую всеу составляющую или вы как-то дополнительно готовились? На самом деле у меня основное направление образования – это менеджмент. И у нас как раз наша программа тоже – это менеджмент, профиль образования. И у нас шел маркетинг целый год, поэтому очень сильно мне помогло. Но кроме того, проходил, конечно, курс на открытом образовании по маркетингу. Он тоже очень помог освежить все перед собеседованием, поэтому очень рекомендую обязательно его пройти, потому что в любом случае на первом курсе его нужно будет пройти. Да, здорово. Скажите, а самое сложное, что было за этот год для вас? Наверное, самое сложное и самое интересное, самое амбициозное, с чем я столкнулся, это лидирование проекта в рамках как раз консалтингового проекта, организация работы. Это все-таки немного отличалось от того, чем я занимаюсь при организации съемок. И здесь было важно учесть условно интересы всех стейкхолдеров, в частности и компаний, в частности и жюри, и преподавателя, который вел эту дисциплину, и научного руководителя, поэтому нужно было балансировать. И это, наверное, было такое самое несложное, но очень амбициозное. Ребята, дорогие, есть ли вопросы к Александру у вас? Я пока вот вы пишете, отвечу на вопрос Анастасии. А если 15 тысяч подписчиков, блогер, соответственно, делаете рекламу без договора, можно справкой оформить, с кем вы работаете, с какими брендами. Я думаю, что они подтвердят. Это не будет сложно, надеюсь, для них, что действительно вы это делали, и это будет тогда очень много опыт работы, Анастасия. Александр, сколько у вас было баллов за портфолио, если не секрет? Честно сказать, боюсь собрать, но мне кажется... Да, вы на бюджет поступили, и у вас максимум... Ну, я сейчас тоже не просто не вижу, я помню, что много было баллов. К английскому дополнительно готовились или нет? Да. Спрашиваю, Анастасия. К английскому дополнительно не готовился, у меня как раз Академия внешней торговли. У меня был английский, но, правда, как второй язык, потому что я уже хорошо его знал при поступлении, и, соответственно, мне дали возможность выбрать другой иностранный язык основным, и я английский просто, скажем, оттачивал в течение этого времени. Но могу вас действительно уверить, что экзамен несложный, и вот по ощущениям где-то между B1 и B2, наверное, и задания, ну, как мне показалось, некоторые даже просят... Мне кажется, не B2, а точно, а B1 скорее. Саша, спасибо огромное вам до хорошего вечера. Спасибо, что присоединились и ответили на вопросы. Пока-пока. Счастливо. Еще несколько вопросов ко мне. Спасибо. Можно ли в качестве иллюстрации своих проектов давать ссылки на портфолио школы дизайна? Я просто не знаю, для чего, Артем, вы это будете делать. Можно так сделать, но вот как бы... Если это как опыт работы учесть, или в каком виде, можете уточнить, Артем. Пока вот Елена к нам подключилась. Лена, рада вас приветствовать. Да, классно, что вы смогли присниться. Елена уже выпускница. Добрый вечер. В пользу этого случая поздравляю с тем, что это уже случилось в вашей жизни. Елена большая молодец. Спасибо большое. Ты такой очень настойчивый человек. В какой-то момент я, помнится, отговаривала Елену к нам поступать, если я правильно помню. Но Елена, к счастью, не послушала меня и закончила магистратуру. Лена, расскажите, пожалуйста, про себя, потому что вы всегда успешно сочетали и работу, и учебу. Елена с большим опытом к нам поступила. Это тоже такие бывают кейсы. Не так много таких опытных людей и таких интересных поступают. Достаточно с такой зрелой позиции. Но Елена была убеждена, что ей нужна магистратура. Просто интересно сейчас уже спустя два года об этом поговорить. Елена, расскажите, пожалуйста, как вы вообще решили поступать, почему, что вам дали эти два года, насколько вы довольны тем, что с вами это случилось. Да, да, слышно отлично. Спасибо. Меня слышно хорошо сейчас? Да, еще раз благодарю за возможность рассказать о себе. Наверное, у меня такой не самый стандартный кейс. То есть я пошла в магистратуру не после бакалавриата, а после достаточно значительного промежутка времени. То есть бакалавриат я закончила аж в 2010 году. И увлеклась работой и получением именно опыта в маркетинге. Бакалавриат у меня был тоже в высшей школе экономики, тоже по маркетингу. Высшая школа экономики, моя любимая Alma Mater. Я навсегда буду верна ей, потому что это действительно потрясающий вуз. Он как был практикоориентированным, с потрясающими кейсами, возможностью работать в командах, таким он и остался. И почему я вообще решила на самом деле пойти? Это моя любовь к получению знаний, потому что нет ничего, что стояло бы на месте. То есть даже если вы выучились, получили какую-то специальность или знание определенное, ничего не стоит на месте. И каждый год что-то новое вводится и в маркетинг в том числе. То есть маркетинг – нестабильное направление, и хочется узнавать и пробовать что-то новое. Вторым необычным кейсом, помимо того, что у меня достаточно большой был промежуток между бакалавриатом и магистратурой, это было то, что я пришла в магистратуру уже со ступеньки руководителя отдела маркетинга в компании, в которой я работала. То есть это совершенно не зазорно, то, что руководители хотят тоже учиться и хотят получать какие-то новые знания, и такая возможность дается. Мне было совершенно абсолютно комфортно с моими однокурсниками, одногруппниками, которые чуть помладше меня. Мы познакомились с потрясающими умными ребятами, подружились, делали много проектов. Полюбили друг друга всей душой, и думаю, что у нас это общение еще останется надолго. Ну и опять же могу сказать, что я осталась абсолютно довольна тем, какие знания я получила в магистратуре именно маркетинг, цифровые технологии, маркетинговые коммуникации, несмотря на мой бэкграунд. То есть там действительно были углубленные знания по тем направлениям, с которыми бы я никогда не столкнулась на своей работе. Какие-то новые интересные предметы, которые, опять же, не были связаны с моим родом деятельности. И в силу того, что на каждом предмете мы делали проектные работы какие-то, я изучала новые компании, новые какие-то возможности и направления. И поработала не только, например, с B2B направлением, с которым я работала, будучи руководителем отдела маркетинга, но и с B2C направлением, поработали с брендингом на первом курсе, делали проект по брендингу, его сделали по банковскому сектору. Или, например, сделали проект по Тинькофф Мобайл, опять же, на первом курсе. В общем, на самом деле все это суперполезно, и это просто дает лишний повод задуматься о том, что тебе действительно интересно, и, может быть, не тратить свое время на тот проект, которым ты занимаешься прямо сейчас и сфокусирован, а открывать возможности для тебя попробовать что-то новое, понять, что тебе больше нравится, и пойти в другое направление. Лена, а у вас так получилось? Вы что-то, ну, как бы сейчас сменили направление? Да, я поняла, что мне безумно интересно поработать с другими брендами, с более крупными. То есть я работала, да, действительно в компании, крупный дистрибьютор горячих напитков по России. То есть это там бренды, вы, наверное, знаете, слышали, Валоваться там и другие. И, да, это все интересно, но когда ты работаешь 10 лет с одними и теми же компаниями, делаешь одно и то же, то все немножко приедается и теряется интерес в целом к своей деятельности. И чтобы оживить и себя, и приносить пользу миру, компаниям, очень полезно именно открывать новые направления. Сейчас мне хочется работать в винном направлении, именно с алкогольной продукцией, потому что я в свое время там тоже проходила курсы с Амелье. Я говорю, я очень люблю учиться и необычным каким-то моментом. И как раз моя душа лежит сейчас в этом направлении. Ну, я продолжаю работать как руководитель отдела маркетинга в проектной занятости. Ну, а сейчас переходим к... Спасибо, Лена, что ответили. Еще спрашиваю, Дарья, каков у вас совокупный опыт работы? Совокупный опыт работы в маркетинге. Я вот на самом деле вот тоже удивляюсь, как вы это сочетали. Ну, такая просто одно дело просто работать, другое дело дело работать на руководящей позиции. Я почему в какой-то момент подговаривала Елену, когда вот мы с Еленой только начали общаться. Я говорю, зачем вам это нужно? Идите на маркетинг менеджмент, программа для взрослых людей, состоявшихся, тех, кто уже имеет управленческий опыт. Зачем вам это все нужно? Ну, Лена была непреклонна, на самом деле. Как вы сочетали? Вот как вы это все физически успевали сочетать? Я просто знаю, что как вы выкладывались в учебе, потому что я ожидала, что вы не сможете все-таки эти проекты делать с ребятами, как-то вообще так же включаться активно. Но мне кажется, вы были вообще не то, что на равных, а вообще там лидировали во многих командах и много вкладывали. Как вообще? Как это получалось? На самом деле мне нравится лидировать проекты, мне нравится менеджерить историю. То есть почему опыт и руководитель моего отдела помог лидировать наши команды и организовывать их. Имейте, пожалуйста, в виду, опять же, ребята, абитуриенты, о том, что практически на каждом предмете у вас будет работа в группах. И вам надо уметь работать не индивидуально, а именно коллективом, уметь подхватывать, если кто-то что-то не успевает сделать, уметь подхватить, направить, замотивировать ваших коллег. И вот это то, что я умею, то, что я люблю, и то, что мне нравилось. Поэтому, в принципе, для меня в эмоциональном плане это было достаточно легко совмещать и работу, и учебу, потому что я в этом как рыба в воде. Ну, собственно, и в команде поддержки я за протяжении двух лет. Все время была Лена с нами, и на самом деле я тоже так удивилась, когда думаю, и это тоже она готова делать. Потому что, ну, на самом деле, ну, как бы, вы понимаете, да, и должность, и такая вот работа, и учеба, и еще плюс вот у нас команда такого до поддержки, продвижения. И на самом деле Лена очень много с вами в чате, по-моему, и до сих пор общается. Вот, и на самом деле отвечает на многие вопросы. Это все один человек оркестра, конечно. У Марии такие же вопросы были. Так что, Мария, да, спасибо вам тоже за вопрос, который я, не зная того, уже озвучила, да, как это все удавалось совмещать. Ну, наверное, просто вот такая, какая-то вот уличение, любовь, действительно, к тому, что вот есть такие люди, увлекаются и очень любят то, что они делают, и все успевают. Вот, ну, наверное, тоже, да, Даня. Да. На самом деле, делайте то, что вы любите, то, что вы умеете. Это, наверное, мой совет. Пробуйте себя в том, что вам нравится. Ищите, что вы делаете лучше всего, и реализуйте это. Ну, как говорят, что если вы найдете себя в своем хобби, то вы ни дня не будете работать. У меня тоже есть такое ощущение по жизни, что я вообще, на самом деле, ну, так как я очень люблю то, что я делаю, у меня такое ощущение, что как будто бы, ну, как бы говорят, а это же тяжело. Ну, я думаю, почему это тяжело? Это же так классно. Вот, поэтому действительно, классный совет, ну, действительно, искать себя и такую, находить ту реализацию, где вы будете, ну, кайфовать, да. Здесь Константин Майоров спрашивает. Елена, а групповая работа поднимала ваш уровень или наоборот? Ведь мотивация у всех разная. Константин, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Да, были ситуации, когда хотелось наругаться, честно. Ну, то есть это про умение принять, наверное, поддержать своих коллег, про умение договориться и коммуницировать. То есть, безусловно, чему-то научилась я. То есть у нас были проекты по современным технологиям, и, в частности, мы делали презентацию с ребятами по теме NFT. Я в этой тематике вообще ни разу не плавала, не разбираюсь, что это, как это. Но у нас в Катаманде был молодой человек, который работал в этом направлении. И он нас учил параллельно с тем, как мы делали этот проект и делали презентацию. В итоге нам поставили 10 баллов за эту презентацию. То есть мы научились чему-то новому в других проектах. Я больше, например, учила ребят, как правильно делать какие-то вещи, что касается, например, стратегического маркетинга. Есть какие-то нюансы, где один вывозит чуть больше, чем остальные. Просто надо уметь коммуницировать с ребятами. То есть не надо взваливать все на себя, иначе к концу второго года вы уже доедете без сил, без каких-то моральных эмоций, без моральной поддержки и прочее. То есть нужно не перетруждаться, но при этом работать с удовольствием, работать в команде – именно такая история. Ну и опять же, по времени надо уметь работать с тайм-менеджментом и совмещать все работы, учебу, и все-таки не забывать про отдых в выходные и спать ночью. Потому что студенты у нас из-за того, что совмещают работу, учебу, в основном делают проекты по ночам. Это все-таки сказывается в итоге на усталости. Да, поэтому баланс – это очень важно, да, и хорошая рекомендация. Еще вопрос про рекомендации по прохождению устного собеседования. Елена, спасибо за интересный рассказ. Расскажите, есть ли рекомендации по прохождению устного собеседования? Что вы можете порекомендовать ребятам? Да, я порекомендую, потому что как раз устное собеседование – это была моя хелесовая пита при поступлении. Потому что, во-первых, из-за того, что у меня был большой промежуток между бакалавриатом и магистратурой, все теоретические моменты какие-то подзабылись. То есть я не так, чтобы часто открывала маркетинговую литературу, базовую классическую, Котлера там, еще кого-то. Такого не было. Но при этом на собеседовании часть вопросов была посвящена именно теоретической базе, то, что было на бакалавриате, скажем, именно по маркетингу. Особенно это касается ребят, которые в других направлений, у которых не было маркетинговых каких-то основ. Пожалуйста, перед собеседованием ознакомьтесь с какими-то базовыми книгами по маркетингу, пройдите короткие курсы онлайн по маркетингу, послушайте, что это, как это, я не знаю, возможно, какие-то определения подучите для себя. Это, наверное, первое и основное, что хотелось бы сказать. Ну и в любом случае, знайте о том, что вы писали в эссе, в мотивационном видео, что вы говорили. Потому что, как уже Татьяна Владимировна сказала, собеседование будет проводить, скорее всего, не тот человек, который ваше портфолио просматривал, и он может задавать какие-то вопросы по эссе и по вашему мотивационному видео, по портфолио, по вашему опыту. То есть отвечайте уверенно, с удовольствием, с улыбкой, знайте, что вы хотите рассказать. Ну, то есть уже, возможно, подготовьте какой-то мини-рассказ о себе, чтобы не теряться, голос, чтобы не дрожал. Обязательно успокойтесь перед этим собеседованием, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну и в комфортном месте находитесь. Лен, большое спасибо. Я знаю, что вы сейчас в отпуске, и не будем больше отвлекать. Спасибо огромное за интересный рассказ и за ответы на вопросы. Удачи. Ну, не теряемся, да, будем в новом качестве сотрудничать. Всего доброго, спасибо. Остаемся на связи. Пока-пока. Ребята, продолжаю отвечать на ваши вопросы. Здесь тоже есть вопрос по собеседованию, хороший, в продолжение. Зоя спрашивает. Соответственно, состоит, прям разболовку сейчас точную не дам, но вот нужно понимать, что собеседование – это три части. И, соответственно, так примерно они оцениваются. То есть часть есть за ваш бэкграунд, за вашу мотивацию, за вашу возможность поддержать разговор, да, и, ну, соответственно, вот, скажем так, на тему вашего будущего, на тему вашего прошлого, на тему вашего выбора. Это первый момент. Второй вопрос, вторая часть – это вопрос по эссе, будет обязательно у вас. И третья – это, соответственно, понимание терминологии маркетинговой. Тоже, соответственно, это будет оцениваться. То есть примерно держите его мне три части. И по первой части вам предложат представиться, рассказать немножко о себе, но это буквально на пару минут можно рассказать о себе. Ну, здесь как раз можно хорошо, как я правильно сказала, подготовиться и уже сделать так, чтобы это был такой интересный текст. Текст не то, что вы что-то вспоминали или отвечали, да, на какие-то вопросы или ждали каких-то вам подсказок. Ну, просто попробуйте на себе, наверное, две минуты увлекательно рассказать, сделать такую заготовку, как рекомендация. Сертификат по курсу маркетинг прикрепляет, да, в индивидуальное достижение, Мария, все верно. Поэтому прикрепляйте экзамен. Ну, кто-то спрашивал про экзамен, будет ли учитываться нужный сертификат по курсу, который подразумевает и сдачу экзамена в том числе. Коллеги, вопросов пока не вижу, еще подожду немножко. Вот, вдруг еще какие-то вопросы остались. Мне было интересно с вами. Спасибо, что вы так активны. Спасибо, что быстро как бы отреагировали на вебинар, который не очень планировался, но вопросов стало поступать все больше и больше на почту. И мы решили все-таки сделать этот вебинар. Надеюсь, что это было полезно. Вот, и классно, что вы задавали много вопросов. Очень ждем вас на программе. Уверена, что вам будет тоже интересно учиться. На самом деле, я думаю, что учиться не только потому, что вышка крутая, вышка классная, у нас правда лучшая программа по маркетингу, а потому что еще вот такие вот классные люди, интересные, у нас учатся. Я специально сделала такую вот иллюстрацию. Тоже ребята очень быстро отреагировали. Спасибо огромное. Если вы еще здесь и слышите, что быстро подключились. Потому что студенты, конечно, у нас космические. Я понимаю, что вы друг у друга очень многому научитесь, потому что разный бэкграунд, разный бакалавриат, разный опыт работы, разная картина мира. И мне кажется, это вообще какой-то космос, что вы сможете делать проекты от ведущих компаний в таком классном составе и осваивать маркетинг в такой специализированном уже формате учиться друг у друга и приобретать очень полезное знакомство. Потому что, мне кажется, вот здесь мы не говорили про нетфоркинг, но здесь он прямо такой сквозной повсюду. И друг с другом вы очень много, да, как я уже говорила, вы общаетесь, взаимодействуете, делаете проектов и с представителями бизнеса, с классными преподавателями, многие из которых тоже практики, и с ребятами других направлений, потому что есть курсы по выбору, и Моголега, и это уже представители других программ, студенты других программ, с которыми вы тоже имеете возможность общаться. Ну и, конечно, огромная внеаудиторная активность. Мы специально об этом не говорили, но будем говорить, как только вы поступите. Вышка – это миллион возможностей, ну, правда, миллион. Это классные клубы, гостевые, разные мероприятия, очень много и выездных мероприятий, и очень много клубов по интересам, и увлечениям. И, мне кажется, здесь можно найти себя вообще во всех областях. И ребята очень, конечно, активно продолжают развивать свои хобби здесь. Я имею в виду на площадках высшей школы экономики, высшей школы бизнеса в частности. Вот. Так что я думаю, что это, конечно, очень такой необычный и классный, уникальный опыт. Если вы учились не в вышке, то это совсем будет по-другому, если вы из других университетов. Приветствуется более строгое или более креативное оформление портфолио. Зои, да любое оформление. Главное, что если вы подумали, ну, как бы позаботитесь о том, чтобы была классифицированная информация, желательно по критериям. Но на самом деле можно сильно и не креативить. Вот. Ну, главное, что мотивационное видео, как я уже говорила, лучше оформить не в формате говорящей головы, а как-то смонтировать. Любопытно. А в остальном, на самом деле, здесь нет таких требований. Да, вам спасибо за ваши вопросы. Да, спасибо, что благодарите. Здорово. Да, Никита, спасибо огромное. Тогда загружайте, постарайтесь это сделать одним днем. Очень мало времени осталось. Не откладывайте на последний день, я вас прошу. Очень часто системы не работают. И, на самом деле, от перегрузки большой, потому что все загружают в последние два дня. Поэтому я вас прошу, чтобы не было стресса у вас, у нас, у всех, сделайте это в ближайшие 2-3 дня, чтобы это было комфортно, чтобы не было проблем технических в том числе. Всего доброго. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...